Утро, шестой день похода, сегодня 15 число. Вот, мы заканчиваем нашу вторую дневку на мечте и сегодня все-таки мы уйдем на стрелку и там встанем снова. Туське вроде полегче, вот мы ее лечим, но поход весь мы меняли расклад, будет проходить по иной схеме. В общем, картина у нас выглядит приблизительно такая. Туську мы лечим, но судя по всему у нее что-то вроде ангины, налет на миндалинах. По этой причине мы пойдем по упрощенной схеме. То есть сегодня мы идем в совсем коротенькую ходку до стрелки, там где сливается левый тайгиш и тайгишонок и начинается черная стена. Вот, то есть наша теперь задача избежать перевалов, чтобы на минимум угнать нагрузки и выйти нормально к трассе. Но при этом хотим еще все-таки сохранить маршрут, поэтому мы будем останавливаться на дневке и с них ходить в радиалки. Пора было в хорошую погоду. И по стене ползут людишки наверх. Идут по кратчайшей. Вот там вот мы вчера шли. Вон они, водопады и озеро художников. А сейчас нам вон туда по ущелью. Мы прямо около озера художников. Вот оно внизу. И над нами парабола во всей красе. Мы пошли от озера художников к Малахитовым ваннам. Перешли сейчас через один из истоков левого тайгиша. Тот самый, который был с водопадами. Вчера мы ходили. И сейчас мы будем спускаться вниз вдоль этой речки. Вот такой у нас небольшой привал. Пехтовники под двумя огромными кедрами. Спуск с плату озера художников в ущелье левого тайгиша. Довольно крутой, но идет по удобной тропе. Вполне безопасно. Где-то там, на противоположном конце этого ущелья. Хребет Метугул-Тайга. Который был первоначальной целью нашего похода. Мы идем до ручей, который вытекает из озера Горных Дух. И является одним из истоков левого тайгиша. Фактически этот ручей сплошной каскад водопадов. Очень красивый. Офигеть. 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 Мы вышли к Малахитовым ваннам. Малахитовая ванна, она одна. И здесь реально офигенно. Вот такая вот красотень. И с той стороны впадает вот исток, который мимо нас тек на лагере. Да? Да. То есть мы могли прям... Ну, сложнее просто идти было бы. Ой, он такой прям зеленый, бирюзовый. Да, куча эмоций. Тюма, да? Да. Обалдеть. А, еще и год. Мы вышли к ручью, притоку левого тайгиша. Он вытекает из цветных озер. Это еще называют девичьи глаза. Вдоль этого ручья идет подъемная тропа на Платон, откуда есть выход к перевалу Пикантный и к подножию стены с зуба Платона. Вот там будет тайгиш. Какой-то боковой ручей. Мы вылезли на лавины и вынос. Зимой здесь идут лавины. И вот побили все деревья вот оттуда. Там набирается снег и сваливает. Сыпется сверху сюда. Перед нами левый тайгиш. Тут маленький ручек в вполне конкретную речку превратился. И над нами эскалад Тугадум. Но у нас вообще поход травмированных товарищей. Мало нам простудившейся туси. Да, вот Балин навернулся на сучок. Это простоянки. Вот, прокололся руку. Но благо хирургия это не ангина. Это мы хорошо знаем. Ничего, нормально все. Там уже кровь не идет. Вот мы думаем здесь останавливаться или дальше идти. Потому что впереди тоже есть стоянки. Мы отправили туда Баряна со Степой. Вот, сидим ждем. Потому что место на самом деле хорошее. Все, мы заступили на очередную дневку. Барян нашел офигенную стоянку. Вот, еще лучше, чем та, на которой мы были. Вот, сейчас мы здесь расположимся. О-о-о. Тачдау! И так как, и так всегда. Тачдау! Что-то, по-моему, называется массив крепость. А вот это вот тугодум и за ним начинается черная стена. Уже лагерь стоит. Хватит ржать! Люнька готовьте для Туськи. Готов. Туська, залезай в дом. Так, можно же взляться. Получай пенку. О-о-о-о. А там еще ржет, да, наверное? Да. Голодец. Тебя йодом на глаз. Понимаете, я себя чувствую? Уже рада, что ты говоришь. Я тоже. Очень наповышенная стена. Не кричи на нее. Не кричи на нее. Главное музыкальность. Обработайте. Процедуру с музыкой. У нас такой маленький стол. Исписанный группами. Кастырище хорошее. Отличная поляна под большой лагерь. И над нами Зуб Дракона. Только обрыв у него на ту сторону. А чуть правее Антей. Планировали мы сегодня лезть на Зуб Дракона. Ночью сильный дождь пошел. Теперь скалы мокрые. Сидим, думаем. Ждем солнца. Настя в крепость. Левый тайгер. Здесь мы эту воду берем. Мываемся и все такое. Вот да, вот так вот. Можно почистить зубы с прекрасным видом. А вот всем этим скала Тугадум. Вчерашнее солнышко испарилось. Сегодня весь день пасмурно. Периодически идет дождь. Причем довольно продолжительный. Потом опять сухо. Вот как сейчас, допустим. Тугадум закрыт облаками. Облако сидит на вершине. Из зуба Дракона вся долина прикрыта ключами. Такая сумрачная тайга. Ну, как же красиво. Тут даже в такую погоду. Прикольно. Привет, друзья. С вами Андрей Чайкин. И сегодня у нас 17 число. Мы стоим на Стрелке. Очень красивое место, конечно. Все здесь просто обалденно, замечательно. Вчера у нас была дневка. Планировали радиалки. Никуда не пошли. Весь день шел дождь. Первую половину дня он все собирался. Вторую половину шел. И всю ночь шел дождь. Сегодня вроде ясно. Вот так переменная облачность. И мы сейчас собираемся и пойдем мы планируем на ледяные озера. А там, как говорится, посмотрим на ситуацию. Вот так вот. Туська у нас потихоньку выздоравливает. Так что ну, мы уже приобретаем большую такую мобильность. Можем ходить в радиалки, но все равно должны идти такими короткими перебежками, короткими ходками, чтобы ее не перегружать. Вот так вот. Погода сегодня явно лучше. Дождь кончился и вон какие-то просветы в облаках появились и даже солнце вылезает периодически. В общем, это радует. Но пока народ собирается потихонечку до дежурной готовит завтрак. Побегусь к я по окрестностям поснимаю, то накануне дождь вообще ничего не дал сделать. Две скальные вершины тугодумных страш прикрыт лобоком. Это вот южно-сибирская тайга. Тайга в основном пехтовнике пихта с кетром. Тайга Здесь, видимо, во время сильных паводков идет поток стекающий из зуба дракона. Зуб дракона северный склон, а справа от него виден антей. Мы, наконец, двинулись на маршрут, вот вся наша команда. Мы идем на ледяную реку, ледяной ручей, а сейчас мы дошли вот, собственно, Стрелка, там где сливается левый тайгиш, который у нас слева, и тайгишонок, который справа, подходят две реки, вот сливаются, и теперь это уже полноценный левый тайгиш уходит. Если до сих пор у нас преобладал пихтовый лес, то с той стороны сплошные кедровники идут теперь. мы идем через пихтовник. Кедровый лес сменился снова пихтой, и мы по ней топаем. Тропинка идет по высокой траве, очень много чемерицы лобеля, но она уже отсвела. Вот такой лес, покрытый с лишайниками бородатыми. Это здорово. Лес с бородатыми лишайниками. В этом походе я конкретно жалею, что у меня нету мув-камеры. Надо будет купить, потому что столько обалденных кадров упущено, особенно на перевалах, когда невозможно снимать и двигаться одновременно. Это просто не передать досадно. В траве много каких-то грибов, которых мы не знаем, непонятные. Поэтому не берем. И очень много такой же лущиной кедровой шишки. И много и с орешками тоже. Уже так изрядно покушали орехов. У меня через дерево переваливать сложнее, чем через горы, блин. И над нами массив крепости. Ну, мы вышли к ледяному ручью. Пробежали мимо тропы, которая уходит на ледяное. Надо сказать, что она довольно незаметная, кажется обходной. Поэтому надо быть внимательным. Она не от самого ледяного ручья идет, а чуть-чуть не доходя. И начинается на месте распиленного кедра. После чего основная тропа уходит прямо, а тропа на ледяные направо. И уходит вверх по Куруму. Мы вышли на ледяной, и нас встретило льдом. Пока мы отдыхали, просто чисто вот, немножко переждать, передохнуть, нас накрыло грозой с градом. Просто жесть жесткая. Мы перешли через ледяной. Здесь место поудобнее. И стоим, пережидаем основной град. Потому что дерется очень конкретно. Поэтому вот те, кто говорит, лучше жара, они бы просто хотят, чтобы все передохли. Стоим и ждем. Пока пройдет гроза, а мышек гонит пургу. Че это? В смысле пургу? Че это пургу? Мышка рассуждает на предмет, что лучше жара или холод. Лучше холод. Лучше не то, не то. Потому что можно одеться. Борян сказал замечательную фразу. Лучше сто раз потечь, чем один раз покрыться имием. Просто все, кто за жару, они просто хотят, чтобы люди умерли от жары. Когда слишком жарко, человеческий организм не может привыкнуть и сделать так, чтобы было тепло. Вот именно. А когда холодно, человеческий организм может сделать так, чтобы тебе будет холодно. Офигеть, какая дискуссия. 21 и облачность 10 баллов. Вот это я понимаю погода. Хорошо, согласна. В общем, ситуация такая у нас. Мы попали под очень сильную грозу с градом. Когда начали подъем по ледяному ручью. Мы вышли к ледяному ручью. Светило солнце. Пока мы там где-то 10 минут делали разведку. Вылетела абсолютно серая такая тучища. Вот. Мы переправились на противоположный берег ледяного ручья. Потому что там казалось поровнее площадка просто. Вот. Накрылись тентом. И тут началась такая очень свистопляска. В общем, с градом, с ливнем, с громом, с молнией. В общем, веселуха полная. В результате, конечно, мы конкретно подмокли. Вот. Вот. Через где-то час после вот такой вот, говорится, катавасии, жесткой вот такого прессинга грозового выглянуло солнце. Вот. Но, как говорится, предлагал вариант продолжить там подъем. Но я решил, что мокрые ноги у четырех человек. Мокрые штаны практически у всех. Вот. И не до конца у нас выздоровевшая из пуся. Это не, как говорится, позволяет нам начать такой вот, в общем, лихой кавалерийский наскок на ледяной. И мы отступили. Отошли где-то метров 200 от ледяного ручья. Здесь у нас есть такой пятачок. Под небольшой лагерь. Но мы все поместились. И сейчас мы здесь разворачиваемся. Опять пошел дождь. Так что мы вовремя это сделали. Сейчас мы разворачиваем здесь штормовой лагерь. Вот. Будем сушиться. Начинать здесь. Ну, вот заканчивается развертывание штормового лагеря нашего. Вон там у нас будет кострище. И вот прямо рядом небольшой обрыв где-то метровой высоты, полутора метровой высоты. И левый тайгиш. Прямо рядом с нами. Вот. Ну, считай, мы в ущелье ледяного ручья. Но чуть-чуть отошли от самого. Потому что там вообще негде встать. Там очень крутые стены. И совсем невозможно ничего предпринять. Как тебе, Балин? Мне вообще эффективно. Я не знаю. Прошла уже вторая гроза за сегодня. И вот такие низкое солнце заходит уже за горы. На вершины освещены. Очень красиво. Вот мы уже растянули тентик. У нас заканчиваются такие штормовые. Уже не штормовые. Уже солнце выглянуло очередной раз. Но надеяться на погоду нет никакой возможности. Хотя вот вершины даже какими-то последними лучками солнца освещают. Небо синее. Но сегодня у нас с утра тоже было синее. Потом у нас накрыл град. Потом опять было синее небо. И потом снова гроза пошла. Вовремя успели только вот до точки добежать. До стоянки. Так что мы тент повесили. Поставили точнее. И сейчас костерок, ужин. Все дела. Ну что ж. На этом мы опять прервем ненадолго наш рассказ о походе в Саяны. А вы подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Владимира Чайкина. Там тоже много интересного. И ходите в походы. Это реально очень классно.